Приветствую дорогой друг, я Алекс Рай и мы проходим Assassin's Creed. Итак, ребята, конечно же я сперва хотел, как я говорил уже в комментариях под 11 серией Overwatch, записать S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, но к сожалению возникли такие проблемы в том... Так, подождите, подождите, где у нас тут было? Возникли такие проблемы, что я не мог его записать, поскольку я уже 7 серий подряд пытался записать S.T.A.L.K.E.R., и он у меня все время вылетал, из-за этого видеозапись в Bandicam у меня портилась. Ее невозможно было ни смонтировать, ни срендерить, ни проиграть никак, и это значит, что запись была просто загублена. И поэтому, чтобы вас не разочаровать, я начну самую первую Assassin's Creed, потом я буду играть вторую часть, третью и так далее. И я думаю, что со временем начну S.T.A.L.K.E.R. Чистое Небо или S.T.A.L.K.E.R. Зов Прибития. Ну что ж, не буду вас томить. Я уверен, что данная игрушка вам обязательно понравится, тем, кто ее не видел, и те, кто ее видел, те, кто в нее играл. Еще раз окунуться в эту атмосферу ностальгии, и вам все это понравится. Итак, начинаем. О, ты я популярный альфа-самец, да? Здорово, бабы. Как у вас дела? На тебе. Конечно, женщин не бьет, но... У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слышно. Сильная психотравма, он наторгает процедуры. Начинаю. Дезмонт, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточиться. Слушайте, мой кот, все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Он, наверное, тронулся головой. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Я бы отписался, если бы такое внезапно увидел, потом он бы и чокнулся. Достаточно, мисс Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Ну уж постарайтесь, потрудитесь. Как это понимать вообще? Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это анимус. Я даже не знаю вас. Да хоть амус. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми. Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы. И что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Какой ты добрый, а? Ладно, ладно. Ну что с вами в полном? Катерия? Вы внутри анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предки. Из первой части Железного Человека. Понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Этот участок памяти нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Ну, так и быть. Чертовы ученые. Что вы со мной собираетесь делать, пока я тут буду спать? Внимание. Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, Объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления Анимуса. Следуйте указаниям. Давай, мочи, давай. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, Анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. О, сейчас у нас будет обучение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к Анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Так. Когда вы стоите, используйте кнопку головы. Секундочку. Так, графика. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сами понимаете, ребят, самое высокое тут будет только вот. 1280 на 1024. Но это уже 4 на 3 идет. И поэтому это нам не подходит. Так, элементы дисплея на весь экран. Где тут на весь экран? Иначе у меня тут во время игры открылась, скажем так, игра в окне. Я не понимаю, как тут сделать всё это на весь экран Ну да ладно, надеюсь проблем в первой серии не будет, особенно Так, осматриваемся Хорошо Пользуйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации Так, идём, 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 идём Прекрасно Прекрасно Так, как угадал Анимус различает два основных режима Высокую и низкую стойки Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы А в высокой – более агрессивны Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления Отлично Есть Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки высокой стойки Ты чё, эээ? На Так, видимо, мимо Хорошо Ну, вот это другое дело Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника Окей, давай Прекрасно Без проблем Анимус выдает вам различную полезную информацию Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе Подробнее мы рассмотрим его позже Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин Жёлтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен Чтобы посмотреть, как меняется уровень Схватите воина и бросьте на леса Сфокусируйтесь на цели Выберите спрятанный клинок Готово Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооружённой руки И сейчас, наверное, кто-то подойдёт Да, я помню это место Что произошло? Как дальше? Воин заметил труп и его уровень изменился на встревоженный А цвет значка стал красным Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению Спровоцируйте воина Ну, окей Обратите внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду Спасибо, Кэр Где? Отлично Вы скрылись из виду Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина Да, 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 давай Да что такое? Хэш Значок статуса показывает, что вы спрятались Но воин вас всё ещё ищет Подождите, пока статус не изменится снова Верно Тебе стоит спрятаться А тебе стоит свалить отсюда Прекрасно Воин потерял ваш след Вы теперь анонимны Можете выйти из укрытия Отлично Когда вы анонимны, синхронизация растёт А выполнять задание становится легче Вы можете прятаться в самых различных местах Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида А потом уже прятаться Так, у нас тут скамейка, сено Садик небольшой на крыше И монахи Запомнили? Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой Используя ноги в пассивном режиме Вы можете притвориться монахом Чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений Дойдите до маркера за воинами А вам не кажется странным, мужики, что у меня тут есть Кинжал позади Всякая такая форма странная, непонятная И меч за пазухой Вы думаете, у монахов есть меч? Вы думаете, у монахов есть кинжал? Ой, да ладно с вами Хорошо Вы полностью синхронизированы И вам доступна новая возможность орлиное зрение Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей Прекрасно Понятно В общем Белые информации Желтые цель убийства Красные солдаты Синие союзники Ну логично Эта возможность доступна только при полной синхронизации Следуя кредо ассасинов Вы сохраните синхронизацию Кредо состоит из трех принципов Первый Не убивать невинных Второй Всегда маскироваться Третий Не ставить под угрозу клан Если вы просинхронизируетесь Вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка Или действовать следуя кредо Вы успешно завершили обучение Загружается первый стабильный участок памяти Вот теперь побегаем Погнали Постой Должен быть другой способ Этого убивать не обязательно Блин Сказали же невинных не убивать Отличное убийство Удача сопутствует твоему кренку Неудача, мастерство Наблюдай, может быть чему-нибудь научишься Ага Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания Не забирал жизни невиновных Я бы поступил следуя кредо Ничто не истина, все позволено Ты поймешь, что означают эти слова Не важно, как мы выполним задание, важен результат Но это не путь, мой путь лучше Я разведаю путь Постарайся не опозорить нас А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем честь для меня Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под хромовой горой Сокровище? Не знаю, но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее Ооо, 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 какой у тебя ЧСВ Альтаи в первой части Типу я такой крутой, я такой Понятно в общем И сюда Походим Здесь Должно быть это ковчег Это ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует Это всего лишь легенда Тогда что это? Тихо, кто-то идет Нам нужно миновать ворота до рассвета Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе Робер де Сабле, его жизнь моя Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости Он стоит у нас на пути, это необходимо Благоразумие, Альтаир Нет, трусость, этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним Ты уже нарушил два правила кредо И собираешься нарушить третье Не подвергай риску братства Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству Не тебе обсуждать мои решения Ой, 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 Альтаир, ты мне уже не нравишься Полагаю, повелитель тебя потом поставит на место Стойте, темплеры, не у вас одних здесь дело А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек И что же вам нужно? Кровь Нет, не надо Пойду Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся твоему хозяину и передал Святая земля потеряна, для него навсегда Бегите пока не поздно Если останетесь здесь, вы все умрете Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Да, и не... Ой, черт И не стыдно тебя, Альтаир Сейчас из-за тебя новенького убьет и другого, который тебе говорил не высовываться Ай-яй-яй-яй-яй, ты же профессионал А ведешь себя как, не знаю Даже говорить не хочу И теперь такой сматываешься Так, мы, по-моему, где-то в Иерусалиме, да? Сейчас узнаем, только выберемся на поверхность Ой, черт Выше, 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 мы почти выбрались Да, это Иерусалим Переход к более позднему участку памяти Мотай давай Альтаир, ты вернулся Рауф Рад видеть тебя невредимым Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге Похоже, ждет тебя Спасибо, брат Покое и мир, Альтаир И тебе так же Что ж Вот он, наш любимый облачный Мессиаф Помню, как я его еще в 2010-м, по-моему, где-то играл Где-то так Если не в 2008-м вообще По-моему, он где-то в 2008-м вышел или того гляди раньше Но я его играл еще в школьные годы вместе со спором И помню, как он мне сильно понравился Да, я тогда весь день в этом Мессиафе пробегал Помню, я тогда был тем еще нубом Почти не умел играть Так, а вот и наш замок И пора нам подняться немного повыше Здесь у нас наши стражники Прости, чувак Неверный Сейчас ты умрешь Геретик Неверный И сюда Как тут парировать можно было Другого Не отдавайте, не дайте ему уйти Ну-ка Вот так Точно, вспомнил Конечно, не смогу нападать Да не... не терпел связаться с Драку Блин, Костик, ты не вовремя Ай-яй Скорее сюда Этот же водят Остановись Все, раз, замокнусь Вот тебе Остановись О, убийца Кыш, 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 кыш Он только что убил его Да-да, я такой О нет, это ужасно Пойдемте дальше Наза Не Не П���ги Ай-яй Пойдем в библиотеке И лучше поторопись, тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки Еще одно слово и я перережу тебе горло На это у тебя будет время позже, брат Да, конечно, этот парень тот еще тип, но Альтаир у нас пока ведет себя не лучшим образом Привет, мужики Как дела? Повелитель ждет Ладно, ладно, если он так ждет, дожидается нас Ох ты, какой красивый там сад Раз он нас дожидается, не будем его, так сказать, разочаровывать по ожиданию Альтаир Повелитель Подойди, расскажи о своем задании Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, Повелитель Робер де Сабле был не один Дело прошло, как мы ожидали Наше умение приспосабливаться делает нас сильными На этот раз его было недостаточно То есть? Я подвел вас Сокровище? Потерян А Робер? Сбежал Я послал тебя Где Малик и Кадар? Мертвы Нет Не мертвы Малик? Я выжил А твой брат? Пал Из-за тебя Робер выкинул меня из комнаты Я не мог вернуться Ничего не мог сделать Потому что ты не слушал меня Всего этого можно было избежать А мой брат? Мой брат был бы жив Твое неумение Чуть не стоило нам победы Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик Бог Возьми Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем Что там плеерами? Будет сделано Перемотка на более поздний участок памяти Что ж, побежали Будем нападать на этих, так сказать, захватчиков Да Альтаир, конечно, меня не радует по поведению Альтаир, хорошо, что ты пришел Нужна твоя помощь Что случилось? Тамплиеры Они напали на деревню Большинству селян удалось сбежать Но Не всем Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей Займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку Хорошо Погнали отвлекать, ребятки Сейчас мы им устроим Опять? Да господи Да что ты будешь делать? Опять у меня на рабочий стол были какие-то происходят Здорово, мужики, я к вам Иди сюда Бобла, скажи Как такое с... Что ты делаешь? Лиди, пройдя на дороге Ну? Давай Нападай Что ты делаешь? Иди, пройдя на дороге Ты умрешь здесь и сейчас Нападай уже Не болтай Он забежал к мне на дороге Не может быть, белый Лиди, пройдя Прочь Ты от меня не уйдешь А теперь вы Опа Бежим дальше Я убью тебя Давай Давай, убивай Кто еще? Ну, где вы там еще? Ужмите Здорово, мужик Как твои дела? Вот еще и скрытым клинком Ну, а кто еще тут есть? Прекратите битву и возвращайтесь в Мессиар В приказ Альму Алима Сколько вас набегает та, чертова хрицаринь На более поздний участок памяти Так, далее нам нужно идти наверх Аль-Таир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил Куда мы идем? Наверх Мы приготовили сюрприз для наших гостей Делай все то же, что и я Скоро ты все поймешь Давай Лезь Кажется, догадываюсь, что сейчас будет Наш первый прыжок веры Встань на эту платформу, Аль-Таир Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра Да будет так! Привезти заложника! Ай-яй! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались От того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт Они рады ей И награде, что она несет Как бы не очень Хорошо! Смерть они и получат! Иди за мной и отбрось сомнения Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха К Богу! Ага, если разшибиться, можно реально к Богу отправиться Уи-и-и Моя нога! Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Да. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдёшь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Что ж, ну а обрушим мы её уже в следующей серии. Не забывайте ставить палец вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плывли с игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok